всем привет с вами Даниэль и вот собственно хотел с вами поделиться своим приобретением сегодня мне удалось приобрести вот эту вещь клавиатуру Razer Black Window давно о ней мечтал вышла она мне примерно вот в две с половиной тысячи рублей я тут наверное не видно ни хрена ну ладно две с половиной тысячи рублей почему я взял взял потому что она механическая что она собственно не мембранная механическая у неё время отклика быстрее она долговечней у нее дополнительные кнопочки для макросов есть можно автоматически макс записывать то есть там на клавиатуре это очень удобно для ммо игр для онлайновых игр тем более я вот люблю играть в World of Warcraft вот Diablo, Dota, Starcraft то есть вот это все оно конечно располагает к тому что хочется дополнительные какие-то условия дополнительные качественные аксессуары мультимедийные всякие вещи блин макросы чтобы записывать это очень полезная вещь тем более если это очень легко и доступно в клавиатуре это вообще классно ну и вообще я фанат Razer у меня практически все что у меня этой колонки и тут мышки и вся и всякое все Razer в основном даже ушки эти мои любимые за что я их не применяю ну давайте откроем посмотрим собственно что там такое я не открывал я вот так вот сейчас пошел с магазина сейчас я попробую так вот показать что у нас здесь так сейчас мы сначала тут откроем тут у Razer как всегда супер упаковка супер упаковка тут поспорить нельзя открываем все очень тут серьезно открывается ну блин все заламинировано так все это мой первый обзорчик так что могу и напортачить деньги не обижайтесь постараюсь постараюсь все сделать красиво и правильно достаём с коробочки чертой матери так здесь у нас открываем картонка эксклюзивная механика так здесь а вот так поход approche очень но я что OSMЧерленка я висит оно порядка полутора килограмм так значит здесь какая то бумажка на том что посрочку так что здесь еще у нас Так, проводочки. Клавиатура, она без подсветки, была у меня клавиатура с подсветкой Razer Люкоса, я ее благополучно продал, потому что, не знаю почему, я люблю новое что-то, тем более механика все-таки гораздо лучше и качественнее, тем более, что мне эта клавиатура практически бесплатно досталась, учитывая стоимость предыдущей клавиатуры. Так, чуть-чуть добавил, по сути, денег, нормалек, потрем чуть-чуть, какие-то не очень красивые, да, маркая херня здесь конечно, но ничего. Так, вытащим вот собственно, вот и все. Ну что, здесь уже видно, здесь тканевая оплёточка, не знаю насколько вам видно, короче ткань. Вот, позолочный USB-шничек, не знаю что это дает, но говорят, что вроде как скорость передач быстрее и менее, короче, гораздо реже, ну короче долговечнее он, логотип Razer там. Позолочный, в общем, USB-шничек. Ну те, кто разбирается, USB-шничек знают, что делать. Что собственно здесь мы увидим. Такая вот клавиатурочка. Очень удобная, прямо музыка просто для моих ушей. Механические звуки, механическая клавиатура, кнопочка. Вот, сзади что у нас тут? Сзади ни хрена. Ну да, только вот эти фигнюшки. Причём тут, кстати, ну-ка, три режима что ли? Да, вот эти не то, что просто наверх, а вот, то есть поменьше ещё можно сделать. Ага. Так, ну что, здесь никаких USB-шников встроенных, ничего. Потому что есть такая же модель, только Ultimate. Вот она с подсветкой всех клавиш. Вот, ну я не стал выбрать, потому что она, честно говоря, слишком дорогая, для меня на данный момент, потому что она порядка пяти тысяч стоит. Это не айс. Вот. Ладно, воткнём сейчас в лобби. Посмотрим, что она покажет. Вот мы её воткнули. Так, компьютер. Так, её что-то определяет там. Так, у нас тут какая-то лампочка загорелась. Так, 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 так. И что? Так. Так. Сейчас мы разберёмся. А, кстати, да. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь. Что-то фигурное. Ну, обычно тут всякие бумажечки, всякие там наклеечки, кстати, Рейзер, типа, шоп. Бонусом таким. Открываем. В каждой продукции Рейзер такие штучки. Сертификатик. Вот. Такой сертификат, типа, поздравляем, типа. Типа, вы купили, типа, вы крут. Вот тут. Так. Сейчас. Вот так вот. Немножко, ну ладно, зато видно всё более-менее в цветах приличных. Гайды. То есть, как тут настраивать, как чего. В общем, километровая бумага такая. Вот. Black Window, да, называется, кстати. Потом. Бум. Ещё какая-то бумажечка, сейчас посмотрим, что здесь. Ага. Здесь, значит, у нас что-то, тоже какой-то гайд. Как макросы назначать и так далее. Ааа, крутые наклеечки от Рейза. Красиво-фигеют от них, но у меня их уже очень много. Ну прикольно. Наклеить там процессор можно. Ну и там куда-нибудь. У меня на телефоне вообще не зайдет. Ну и, собственно, а, такой каталог всяких предыдущих и нынешних всяких товаров. Ух ты какая. Интересная, интересная какая. Интересный ковик для мышки. Да. Вот у меня была гликоса. Вот такая вот. Только у меня плохо будет видно. Вот эта. Вот. Что же нам с этой клавой делать-то? Боже ты мой. Вот дополнительная. Кстати, вот. Да. Это вот насчет макросов. Я вот это говорю. Я еще не знаю, как это делать. Надо будет почитать, посмотреть. Вот. То есть, помимо основных. Вот. Опять кнопочек макросов дополнительных слева. То есть, мы здесь же обычно ходим, если в играх. Дополнительные кнопочки. Как нам включить подсветку? Кнопочка сна не работает, потому что драйверы видео не установлены. А. Во. Включили мы логотип. Razer, он засветился внизу. А это Fn. Можно ярче. Можно меньше. Мы сделаем супер-яркость. А что тут я видел, как это можно делать, чтобы он задухал и появлялся. Во. Ок. Дальше, что у нас такое? F1. G что-то. Что это? Здесь у нас тут вот нависованы звуковые. Пробавление громкости. Это вообще выключить. Play. Play. Стоп. То есть, это мультимедийные такие. Дальше, это что-то. Пауза. Break. Короче, судя по видео, эта кнопочка означала сон. Ха-ха-ха-ха. У меня весь компьютер отключился. Ну да, в принципе, действительно, сон какой-то полумесяц. Кстати, очень полезная. Полезная кнопочка, тем более, что мне постоянно приходилось там внизу пуск нажимать, там сон. Вот. Не знаю, может как-то по-другому можно было раньше это сделать. Но сейчас это будет просто нагнуть кнопочку. И всё. Вот это Fn. И вот я так понял, что... А, вот macros. Ну-ка. Fn и G. О, какая-то зеленая фигня засветилась. Давайте посмотрим, что это означает. Зеленая фигня. Ну, конечно, здесь всё на английском. Спасибо. Всё понятно. Ну, здесь, соответственно, тоже всё окей. Шо это значит? Шо это значит? А, это значит, по-моему, игровой режим гейминг. Типа гейминг. Ну, я не знаю. Это так-то, в принципе, чушь. Ну, короче, она блокирует вот эту кнопку. Кнопку Windows. Который иногда очень часто люди задевают во время игры. Ну, я не знаю. Ну, я как-то, честно говоря, не нажимаю никогда. Ну, наверное, кто играет. Хотя, может быть, участвует эти макросы. Наверное, может быть, тут что-то. Дальше есть кнопочка макросов. Должна быть кнопка. Вот она на букву M. Оп. Вот она красная хрень. Так, ну-ка, покажись. Вот она. Видите, красная? Вот эта кнопочка автоматически сохраняет макросы. То есть, в игре мы выполняем какое-то действие. Там можем несколько действий записать. То есть, нажимаем макрос. Fn. Макрос, букву M. Вот здесь написано. В макросы. Вот. Мы, допустим, мышкой кликаем на это самое. На несколько там каких-то движений, заклинаний, еще что-то. То есть, чтобы нам несколько раз не нажимать это в игре. А лучше мы можем назначить на одну кнопочку. Например, на эту. Чипок. Эта кнопочка будет у нас сделать, допустим, Ну, допустим, в World of Warcraft там бафы, да? Какие-то вешаешь на себя. Допустим, у магов там доспех вешаешь. Плюс интеллект. Повышение интеллекта. Плюс, может быть, какая-то фласочка одновременно, чтобы съесть ее перед рейдом. То есть, здесь мы просто нажали эту кнопочку. Он все сразу при сделал. Он себя забафал. Два бафа на себя повесил. Съел фласку там. Еще что-то там сделал. То есть, это все можно одной кнопочкой сделать. Это очень удобно. Делаться это именно вот такими кнопками. Вот эта фигня еще висит. Не виси больше. Вот. Пока он болтается. Чего ты не выключил? Выключай. Тихень с тобой болтай, сидишь. Ну, вот, собственно, вот такой вот аппарат. Ну, конечно... Посмотрим, как на нем печатать. Мы еще не пробовали. Ух ты, какая... Ну, вот, собственно, теперь что я хочу посмотреть. Ну, конечно... Да. Клаватурочка весомая. Такая, блин, по сравнению с мембранами-то, конечно... Ну, сколько я там читал, по-моему, 1,4 кг на весь. Ну, это механика, да. Механическая клавиатура. Там металлические всякие фиксаторы стоят. То есть, немножко другая система. Себя зарекомендовавшая... Вообще там... Не знаю каких... 90-х годов. Вон она. О! Она гораздо качественнее и дольше будет служить у вас каратурка. Значит, Макрос его показал. Подсветку показал. Использование вот этих мультимедийных кнопок. А именно... Здесь, наверное, видите, да? Громкости, play. То есть, вот она, FN. Кнопочка здесь есть, FN. И используйте, какую он нужен по назначению. Но эта FN, она обычно на ноутбуках. Ну, здесь ее тоже воткнули. В принципе, ничего там плохого нет. Про Макросы мы с вами поговорили. Про печатанию. Да, механика. Сейчас вот мы попробуем что-нибудь напечатать. Собственно. Я не... Так. Сейчас попробуем кому-нибудь написать что-нибудь. Я не знаю, почему у меня отрубается запись. Постоянно. Чего-то нажимаю. Крутую. Вот такой вот. Такой вот офигитительный звучок. Механичка. Механика. Механика. Дает себе знать. Все понятно. Это пробел в моей программе. Ставят паузу на записях. Не знаю. Кому-то, может быть, не нравится такой звук. Мне так очень даже нравится. Хотя, если вы играете ночью, допустим, родителям, то может и не понравится этот звук. Хотя, в принципе, ничего. Нормально. Даже очень если чуть-чуть постараться, все равно будет так сильно, сильнее клик делать. Но мне нравится. Лично мне нравится. Может кому-то не понравится. Во время игры играет. Некоторым не нравится. Потому что вот такой очень сильный звук. Если у вас, тем более, видеокамера с микрофоном. Ой, микрофон, допустим, чувствительный. То, конечно, это жопа. Большая. Но мне нравится. Тем с кем я играю. Ничего плохого не играет. Это очень даже такой приятный, симпатичный звук. Вот. Кнопки достаточно широко друг от друга находятся. То есть, если мембранные клавиши, то они вообще притык практически. Вот. Здесь, конечно, как в старину, собственно. Механика. Ну, собственно, вот так вот. Здесь еще, конечно, через интернет скачиваются специальные драйверы. Драйверы. Там можно ни в комплекте не идут. Там на официальном сайте скачивается. Razer.com, по-моему. Razershop.com. Не помню точно. То есть, но это все прописано. Вот. Razerzone.com. Да, вот что это. Вот она. Razerzone.com. Скачивается и там прямо на экране все показывается. То есть, как, что, для чего, какую кнопочку можно. Можно вообще те же самые макросы. Они не ограничиваются вот этими клавишами. Абсолютно нет. То есть, вы можете на любую клавишу запограммировать. На любую. Даже вот игра и ближлежащие. Вот эти вот, допустим. Если какую-то букву цифрами не нравится. Мне не нравится цифрами играть. Вот у меня Razernago. Мышка. Вот. Для меня это вообще находка. Вот. То есть, у меня все кнопочки. Все здесь. То, по сути, я играю в основном только ими. То есть, у меня вот мышь. Вот я играю. Вот я прожимаю все дела. Конечно, прыгнуть к этому пару дней стоит. Привыкните. Ну, к картуру я в основном бегаю. Пробел. И вот мизинец у нас теперь появился мизинец. Теперь можно их использовать под макросы. Раз бафнул себя. И не надо там постоянно кликать там. На иконки там. Чтобы это самое. Все это. Нажать. Займать. Чпок. Нажал на кнопочку здесь. Все. У тебя бафнулся. Или там сделал какую-то. Какую-то комбо комбинацию. То есть. Очень удобно. У меня персонаж Рога. Разбойник. Думаю, там будет очень. Очень самое. Как раз то. Использовать эти макросы. Например. Намазывание там ядов. Сразу нажал. Все. А там два вида ядов нужно намазать. Начал первый. Потом второй. Хоп. Назначил на кнопочку. И все. Я показал как это делается. Вторая еще раз. Вот. ФН и М. Здесь загорается классная кнопочка. Это значит он сохранился. Через вот эту программу обновления. Там она отобразится. Ну по идее она сохранится. И пишите. И нажимаете эту кнопочку. Выполняйте действие. Там в игре. Нажимайте допустим какую-то кнопочку. Какую хотите видеть. Все. При ее нажатии она сохраняется. И вы ее используете. Ну собственно вот. Вот такая вот у нас. Покупочка. Посмотрим что она себе будет. В ближайшие. Не знаю сколько дней. Я поиграю. Думаю. Через какое-то время. Думаю через какое-то время. Я с вами поделюсь точнее. Впечатлением. Что. Какие плюсы. Какие минусы. Думаю. Это сидел за для тех. Людей. Которые. Хотят. Но. Вот. Как бы. Еще может быть. Сомневаются. Потому что. Я сам очень долго смотрел. Гайды. Смотрел. Что это. Для чего. Для почем. Стоит ли ее брать. Я решил что стоит. И вот. Теперь. Придется это испытать. На собственной шкуре. Ну. Ладно. Собственно. Всем до свидания. С вами был Даниилен Б. И. Группа. Retron Console Team. Всем привет. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.